автоматически. В чем, почему возникла такая потребность? С 1 июля нам правительство уже начинает намекать, что тарифы на ЖКХ поднимутся на 6-8 процентов, потому что они запланировали Газпрому поднять, разрешить поднять на 12 процентов. Газпрому, который всех крупных компаний имеет самую большую прибыль, четверть его выручки. Газпрому, который произвел в Сванцевой революции и так далее. Ожидается повышение. Нет более острой проблемы для населения, для избирателей, чем тарифы ЖКХ. Непонятно, почему они так растут. И в этом законе было прописано, что надо вернуться к тому статусу депутата, когда, если депутат Госдумы, приравненный по статусу к министру, пишет запрос, к примеру, в госкомпанию «Газпром» и говорит, покажите мне, пожалуйста, разбивку ваших затрат. Откуда это? Мне завтра голосовать за бюджет? Я хотел бы заранее подготовиться. Вот смысл расширения полномочий депутата в данном случае во вторник рассматривался специально под то, чтобы посмотреть, какие затраты у энергоснабжающих компаний, у «Газпрома», у «Энергетиков», у «Железной дороги», которая перевозит уголь. Потому что мы хотим остановить этот необоснованный рост тарифов. Одна фракция голосует против. Какая, если не секрет? Та, которая формально не набрала большинства в Госдуму, и только за счет закона о перераспределении мандатов она получила дополнительно 12 голосов. Это фракция «Единая Россия». И она блокирует вот это решение. Пожалуйста, почему же проголосовали против расширения своей ответственности и своих возможностей? Это один момент. Теперь второй момент. Вы знаете, говорится, что это воздастся. Выборы 2011 года уже показали. Население принимает во внимание, как работают те или другие депутаты. И когда были надежды, что партия, к примеру, «Единой России», она и поддерживала президента, это их президент, и вообще говорила, что наша программа – это президент, и все. Ну, как сейчас Общенародный фронт, все за одним прикрылись. Вот здесь за Ириной Геннадьевной вся фракция прикрылась. Если бы не она, то у нас бы не было никого. А там вот за президента все время прячется. А вы говорите о роли личности. У нас роль личности только одной личности. К сожалению, это не изменилось пока серьезно. Так вот, партия действительно получала доверие. Я не ставлю под сомнение выборы 2003 года, когда «Единая Россия» справедлива, потому что ожидала населения от нее реальных действий, получила реальное большинство, конституционное большинство в Государственной Думе. Как оно использовало это большинство? Оно внесло две поправки в Конституцию, а имело право внести много. В том числе и по мандатам, которые вы поднимали. Но две, которые касались статуса самих депутатов и статуса президента. Депутатам добавили один год, президенту добавили два года. Все! Только если о себе подумали, а о гражданах нет. И поэтому результаты выборов в Красноярском крае в 2011 году, они уже показали, что население отслеживает, как работают депутаты, партии. И доверие к «Единой России» и Общий народный фронт сейчас призван заменить. Потому что как выборы в Горсовет будут проходить, можно точно сказать, что большинство по партийным спискам не сможет уже набрать «Единой России». В том числе и потому, что делаются такие отчеты. Поэтому надо придумать какие-то другие комбинации. Но, как говорится, в экономике мы уже получили результат, теперь мы будем получать политики. Валерий Михайлович у нас на таком государственном уровне. Я все-таки возвращаюсь в Красноярск. А чем это отличается? Подождите. Чем отличается город от края, от Думы? Я вам сказал одним. Сначала в городе выбирает, в крае выбирает. Потом Госдума принимает законы, например, бюджет. И который в обратную сторону. Сначала Госдума поджала так, чтобы в федеральном центре больше денег, а в крае меньше. Потом край поджал, чтобы меньше в городах было и районах. И потом депутаты выясняются, что им так вообще-то особо распорядиться нечем. Знаете, чем отличается? Я позволю сейчас сказать. Отличается тем, что все инициативы, которые были в городском совете, поверьте, и по поводу доступа максимальных документаций в интернете, и по поводу иных вариаций открытости, которые прошли, они все были с поддержкой и по инициативе, в том числе, членов партии «Единая Россия». К сожалению... Где прошли? В городсовете. Я говорю про Красноярск. Понятно. К сожалению, справедливая Россия я там не видела. У нас три голоса. Ваши инициаторы, к сожалению, даже их не поддерживают. Пока три голоса. Ну, такие голоса были. Андрей, давайте все-таки слово... Пожерем, пожерем. Давайте слово себе и Андрея через него предоставим. Нынешний поставим. Андрей, скажите, ну а вы-то вот как считаете, как нужно какой-то механизм придумать, чтобы действительно, чтобы не возникали такие ситуации? Ну, понятно, что федеральный политик говорит очень важные, нужные вещи. А депутат от «Единой России» говорит свое, что они вроде бы как работают. Но на деле, как вы сами сказали, вам приходится отдуваться за них. Что нужно сделать законодательно, я не знаю, как-то. Чтобы такой ситуации не происходило, чтобы депутат действительно чувствовал свою ответственность. Может быть, зарплату действительно депутатам городсовета сделать? Просто реализовывать положение Конституции, которое предусматривает разделение властей, в которой есть и прокуратура, и теперь Следственный комитет, которые начнут, наконец, заниматься применением административного ресурса. Надо, чтобы наши учителя не поддерживали вот этот административный ресурс. И тогда в Госдуме, и в Горсовете на уровне города Красноярска не будет монополия одной партии, невозможно. Сегодня разные мнения. И они будут разные партии, не имеющие большинства, договариваться. Самый блестящий период в развитии страны – 2000-2004 год. Это когда не было большинства ни одной партии, и когда договаривались. Посмотрите экономические показатели. Андрей, все-таки скажите свое мнение. Я хочу сказать, что вот когда мы говорим, там есть одна партия, есть многие, которые с ней борются, ситуация, на самом деле, которая ожидает город Красноярск, совершенно в другом. Это к вопросу, собственно говоря, о тех силах, которые определяют вообще политику в городе. Городской совет, по большому счету, при системе капитализма, которые защищают здесь партии парламентские, непарламентские, без разницы какой он, гос или не гос, он капитализм, приводит к тому, что государственную власть, по большому счету, формирует один определенный класс. Сейчас это класс, который вышел из бывшей партийной государственной номенклатуры, такие называемые новые дворяне, которые сидят на ренте за счет нефти, за счет того потенциала, который был нарощен в советское время. Ну и сейчас появились еще более крупные, которые накопили тоже капиталы, которые хотят попасть в городской совет, которые идут по другим политическим партиям. И если мы получим многообразие в городском совете различных политических партий, это не решит проблему, потому что они будут защищать интересы достаточно узкой группы богатых людей, которые будут защищать узкие интересы вот этих людей, которые хотят поживиться на муниципальных контрактах, на землях, на каких-то других преференциях. Поэтому в этой ситуации, как коммунисты, я, конечно, считаю, что для того, чтобы глобально изменить ситуацию, нужно изменить социально-экономические отношения в нашей стране. Это в первую очередь. Конечно, можно действовать и разрабатывать различные подпорки для того, чтобы то, что сейчас происходит, как-то нивелировать. Ну, это, естественно, общие принципы так называемого императивного мандата, то есть выборы непосредственно в округах, выборы 50 и больше процентов, реальный механизм отзыва депутатов, обязательство отчитываться депутатов перед своими избирателями, это открытость процессов принятия решений на всех, в том числе, начиная, может быть, с открытого документа оборота в муниципалитете. А как они закрыты, все в интернете выложено? Да не надо. Включая синаграммы всех заседаний. Не надо. А заседания, например, Госдума и в прямом эфире транслируются в интернете. Еще раз говорю, то, что транслируется в интернете в Государственной Думе, это уже процесс принятых решений. От того, что кто-то чего-то изложил в своей позиции, это уже не меняет никакой сути принятия решений. Вот я выступал с... А потому что все уже было решено до того, как пришли на заседание. А почему голосуют депутаты так единообразно? Потому что мы на поле одной партии. Потому что они зависят не от своих избирателей, а от той бюрократии и от тех сил, которые их поставили в эти органы. Вот это же самое происходит в Гурцовете? Здесь я с вами соглашусь, Андрей, вот в этой части. Да, конечно, это происходит так же. Абсолютно. Ну вот это мнение коммунистов. Ну давайте послушаем... Нет, а можно согласиться с Андреем? Я вот согласился с этим моментом. Но только один вопрос задам. Вот вы сказали, вот появились там какие-то люди, которые присвоили себе собственность, теперь вторые собираются с ними воевать. Они, кстати, из какой номенклатуры-то партийной появились? То есть самой переродившейся партийной государственной номенклатуры. Ну, из Компартии, да? Валерий Михайлович, напоминаю, что это... Они уже давно перестали быть коммунистами. Это естественно. Это естественно, раз они стали капиталистами. Ирина, ну расскройте нам секрет простым избирателям. Вот сейчас большинство в Горсовете все-таки Единая Россия, у вас там где-то в колуаре уже рождается идея, что вот мы голосуем только так и никак более. Вот раскройте мне эту тайну. Скажите-то, избиратель. Я могу откровенно сказать, что есть такая процедура, например, консолидированного голосования. Это она принимается на фракции, когда, если большинство голосует, то, ну как бы, на большинство фракций голосует, то, соответственно, с принятым решением депутаты, которые входят в состав фракции нашей Единой России, голосуют также на СССР. Могу сказать, что, наверное, за все пять с половиной лет консолидированного голосования у нас было, по-моему, единицы. Это касалось там бюджета, то есть таких серьезных вопросов. Могу сказать, что, на мой взгляд, вот я остаюсь при своем мнении, что все зависит от человека, от его внутренней составляющей. Если человек, для него важно его понятие, как это не банально звучит, совести, его понятие справедливости, его понятие, зачем он туда пришел, то не имеет значения, поверьте, единая Россия, справедливая Россия. Ответьте на простой вопрос, и все встанет на свои места. Вот совестливые, порядочные люди, каждый в отдельности, есть в вашей фракции, в Горсовете сомнений нет, в ЗАГС Собрании нет сомнений, в Госдуме подтверждают, да, есть. Итак, принимается бюджет, правильно вы сказали, основной закон, годовой основной закон. Вот он принимается, начиная, естественно, с Москвы, ну так устроено, опять же, по законам, которые приняли вот силами вашей партии, принимается. И все депутаты, совестливые, честные, видят, первое, 30% профицит федерального бюджета и 20% дефицит всех региональных. Как эти совестливые люди из вашей партии единственной проголосовали за этот бюджет? Вот вы поставили себя в положение, сами загнали в угол, лишив денег населения и лишив себя возможностей реально влиять. Мы же трешки от кафтан латаем тут уже на местном уровне. Итак, повторяю вопрос, как совестливые, честные, профессиональные представители вашей партии принимают такой бюджет? Мне, конечно, замечательно, что я здесь отвечаю не только за фракцию в городском совете, теперь и за фракцию в Государственной Думе, видимо, действительно, страна у нас такая. У нас партийная система, мы сейчас... Я понимаю. Пока только партийная система. Я понимаю. Мы отвечаем, в первую очередь, от партии. Еще раз повторяю. В данном случае оценивать деятельность Государственной Думы, я считаю, ну, это немножко мы говорим о горсовете, да? Это ваши коллеги партийные. И в рамках городского совета, я еще раз повторяю, мое мнение остается, что, вот Андрей Валерьевич правильно сказал, что проблема в целом в системе, а не в партии Единой России, Справедливой России, в системе, в людях, которые туда приходят, в том числе в любой партии, с любой партии. Помогите поменять систему. А мы ее пытаемся. Один раз воздержитесь при голосовании. Уважаемые коллеги, давайте, наверное... Систему изменит революцию. Уважаемые коллеги, давайте, наверное, о смене системы будем говорить уже на следующей нашей передаче, потому как время в эфире у нас заканчивается. А я что хочу сказать в заключении. Уважаемые красноярцы, не поленитесь. 8 сентября придите к Курнам, возьмите бюллетень и проголосуйте так, как велит вам совесть. А это была программа «Острые углы» и для вас работал Ярослав Питерский. Всего доброго.